С потеплением сахалинцы чаще стали посещать лесные массивы. Но весной просыпаются не только медведи. Данные Роспотребнадзора дают основания полагать – клещи уже не дремлют. 28 укусов за 4 недели. Только за прошедшую зарегистрировано 14 обращений. Они зафиксированы на территории Корсаковского, Невельского, Макаровского, Тамаринского, Паранайского и Хомского районов. К слову, в прошлом году первые укусы регистрировали на две недели позже и было их в три раза меньше. По результатам исследований, хочу сказать, что из пяти особей, которые были людьми доставлены в лабораторию и исследованы, был выделен возбудитель клещевого боррелиоза и также был выделен вирус клещевого энцефалита. В южно-сахалинские специалисты уже обследовали 28 объектов, в том числе 9 школ. Ни одного опасного паразита в пределах города не нашли, поэтому к обработке территории еще не приступали. В конце мая проведут повторное обследование. Пришкольные площадки лагеря также будут обследоваться в наличии клещей. Если будет показана калицидная обработка, она будет проведена в полном объеме. Средства на это, еще раз повторяю, есть. Опасную ситуацию обсудили на совещании в правительстве области. Там по видеосвязи с мэрами губернатор поручил в каждом муниципальном образовании на базе имеющихся пожарных частей организовать группы, которые выйдут на борьбу с чельнистоногими. Они будут заниматься обработкой противоклещевого энцефалита прилегающих территорий. Они же будут заниматься тушением лесных пожаров в случае их возникновения. Соответственно, они должны по всем категориям обеспечены быть инструментами и инвентарем. Если честно, я как бы их не боюсь. Не страшно. Но даже если попадется, все равно на ощупь. В принципе, замуровались нормально, только вот голову, то что это, может, да. Ну, будем проверяться после этого. Во-первых, мы одеваемся, закрывая ноги, руки и специальные спреи, чтобы лишний раз никто нигде не прыгнул. Конечно, стараемся выбирать такие более асфальтированные места, чтобы не через лес, на парку. Вчера поймала. Ну, то есть, на одежде стряхнула. На кладбище ездили. Тут-то на дорожках не так страшно. А если в лес углубляешь, то, конечно, нужно обезопасить себя как-то. Стоит помнить, что клещ – не единственный паразит, который может доставить человеку массу неприятных ощущений. Поэтому лучше всегда быть на чеку. Есть несколько способов, как можно защитить себя от укуса насекомых. Прежде всего, это правильный выбор одежды. Она должна плотно прилегать к вашему телу, чтобы у насекомых не было возможности получить доступ к нему. Желательно спрятать волосы. Их можно завязать в тугую резинку и спрятать под одежду, либо под головной убор. Еще один из способов защиты – это репелленты – специальные химические вещества, которые отпугивают насекомых. Также все специалисты советуют воспользоваться вакцинацией. Единственное условие – прививку нужно сделать за две недели до того, как вы планируете выезд на природу.